Шестилетний Егор, символичной фамилией Залазаев, что по одной из версий означает «лазить», в очередной раз взобрался на дерево. В четверг вечером он вместе с мамой провожал Тоню, подружку-посаду. Однако выбраться самостоятельно, а после и с помощью взрослых, мальчик не смог. Его нога застряла между стволов. Среагировала сразу Тони на маму, что нужно вызывать МЧС, что сами мы его вытянуть не можем. В принципе, пока я позвонила по телефону и разговаривала с диспетчером, уже летела, мы слышали уже мигалки машины. Все настолько было быстро, оперативно, что мы даже не успели сообразить. А вот, собственно, и оперативное видеоспасение. Все это произошло возле остановки по улице Ульяновской. На кадрах видно, на то, чтобы снять малыша, специалистам понадобился гидравлический инструмент и буквально 20 секунд. Сам же Егор помнит тот вечер в деталях и мелочах впечатлений у мальчика масса. Я вот обогнал Тоню, первый к дереву прибежал и сразу начал карабкаться. Карабкался, карабкался. Он говорит, не карабкался. Я еще несколько раз карабкался и еще один раз карабкался, так что нога застряла. Потом МЧС приехала заворачивать, за ним пожарка приехала, потом две скорые. Одна тут встала, одна вон там. После ребенка осмотрела бригада скорой помощи. Но госпитализации не понадобилось. Колено осталось в целости и невредимости. В данном случае история с Егором закончилась положительно. Однако случаются такие случаи, они нередки, когда дети получают травмы в результате нарушения правил безопасности. В связи с этим хотелось напомнить родителям о том, что именно они должны напоминать своим детям о правилах безопасности, о том, что нарушая их, можно попасть в больницу. Что же касается пристрастия Егора Залозаева взбираться на деревья, с ними, кажется, вопрос решен. Мальчик уверяет, ему, конечно, понравилось, что ради него приехало столько спасателей в форме. Но застрять на дереве все же было страшно. Потому маму Тамару в следующий раз обещал слушать. Мария Бересневич, Павел Зуев. Итоги недели. Мария Бересневич, Павел Зуев.